Так вот, нацистская Германия, вот она романтизировала миф про ариев, и поэтому, возможно, кто-то сегодня считает, что апелляция к этому мифу, она поднимает ненужные такие ассоциации. Сейчас мы с вами разговариваем, и у нас где-то 10-15% лексики санскрита. Вы сейчас говорите об этом с научной точки зрения, однако публично об этом говорят, ну, как-то, как минимум, очень осторожно. И вот та реакция, которая возникла на заявление Матвечева в эфире федерального телеканала, это одно из подтверждений. Почему публично, вот как-то в таком, как это говорится на научном языке, в уроках дискурсе, это не особо обсуждается? Ну, здесь несколько причин. Одна из них, это то, что тема сложная, спекулятивная, и глубоко здесь заниматься, и глубоко научно, только вот с точки зрения генетики, филологии, археологии. Но там не так можно много сказать, эти выводы будут скучные и немедийные далеко. Это все, что касается арии по-настоящему научно, то там все очень методично, скрупулезно, скучно, на уровне вот таких вот конкретики небольших деталей. Там где-то нашли какую-то фибулу, где-то нашли какую-то подвязку, где-то вот орнамент, вот интерпретация долго идет. А вот если говорить о медиатизации, то вопросы, то вот он был, ну, когда-то поднят в Германии, в нацистской Германии, был такой миф создан, да, о том, что вот, ну, как вот, например, в Польше есть миф о том, что поляки это сарматы. То есть тоже, как бы, вот, поляки это древние нации, сарматы, то есть скифосарматская группа, которая, у нас мало что известно, одни, тоже какие-то древние мифы, сказания, что в районе, там, Краснодарского края, они Ставрополя, были огромные у них армии и очень мощные, там, ну, скифские украшения остались, конечно, и, ну, такое скудное, скудное сведение, но богатая материальная культура. И отдельное, там, сведение от греков-то, там, у греков была просто, они отличались тем, что, тоже, кстати, показатель, письменная культура. Если, например, мы у индусов, там, у греков, у китайцев находим высокую письменную культуру, то там что-то от древности осталось. А если там брать вот те же аркаим или вот фатьяновская культура, предметов письменной культуры нет, и поэтому говорить об этом, ну, о том каких-то высокоразвитых, мы можем только на основе предметной культуры, да, обработка металла, да, организации жилища, но не более. Так вот, нацистская Германия, вот она этот романтизировал миф про ариев, и поэтому, возможно, кто-то сегодня считает, что апелляция к этому мифу, она поднимает ненужные такие ассоциации, этот нарратив, поэтому избегают, возможно, из-за этого. Ну да, в частности, об этом мне в интервью сказал другой депутат Государственной Думы, Дмитрий Гусев, который сказал, ну, вот что, если мы будем это говорить, это значит, что вот, как и нацистская Германия, мы ведем свою историю от ариев. То есть, соответственно, мы как бы в тот же ранг фашистов впускаемся. Вы как считаете, насколько вообще, ну, так сказать, если отделить зерна от плевел, то что, собственно, в этой вот всей теме для нас будет каким-то ценным, из которого можно делать какие-то там политологические, исторические, культурологические выводы, а что, собственно, ну, действительно какое-то наносное или не очень значимое? Да, ну, во-первых, меня всегда удивляло, что знание о древнем языке, вот сейчас мы с вами разговариваем, и у нас где-то, ну, 10-15% лексики санскрита. То есть, там и такие, например, тамос, там низ, да, там, например, у нас низ, и набаси небеса, и там глаголы, например, липнуть, липьетен санскрит. И такие вот повседневные слова, даже иногда конструкции целые, вот они в санскрите не менялись уже тысячи лет. Это просто вызывает удивление, насколько мы несем в себе древнюю историю на уровне языковых конструкций, потому что эволюция языка – это еще одна очень интересная тема, как это происходит. И, зная, вот как язык разделялся, вот эта историческая грамматика, историческая филология, как германские языки, славянские, то есть, видно, как происходит некая индивидуация такая, то есть, была единая общность, но постепенно людей становится много, и это, как бы, это их и благословение, и проклятие, потому что людей становится много. Вот мы сегодня, благодаря массе людей, мы лучше живем, производительность труда выше, создано много благ цивилизации, там, включая коммуникацию. Но, однако, у людей есть разногласия, они забывают, что, как бы, мы, в принципе, едины по своей истории, там, и филологии, и по своей генетике. Вот я заметил, что как-то в религиозных общинах осторожно к эволюционной теории относятся, но она не противоречит ведам. В ведах очень много эволюционного материала, там вообще нет какой-то креационистской такой четкой концепции, скорее, там обязательно присутствует Бог, что есть мир, есть Бог, и Бог, как бы, творить через эволюцию, это вообще не противоречит ведам, потому что в ведам есть стадиальность, есть разные виды живых организмов, есть взаимодействие, у них появляются признаки. Так что это, ну, это попутно я вот отметил. И что касается Нанаснова, то, конечно, ну, там в утиль надо сдать и вот эта концепция исключительности ариев, которую германцы пытались. Вообще вся эта идея нации, исключительности народа, сегодня мы понимаем, что никто не лучше. Люди в каждой популяции, в каждом виде, да, в каждом народе есть, там, условно говоря, 5% альтруистов, 5% эгоистов, там масса людей, которые, ну, смотрят, куда как бы ветер дует. То есть ничего такого какого-то исключительного народа с уникальным опытом, с уникальной какой-то древней цивилизацией, с забытыми технологиями, это все, ну, темы такие вот с критической точки зрения являются бесперспективными. Ну, они воодушевляют, конечно, религиозных людей, которые вот в религиозно-мифологическом сознании, этим они ценны. А так кто-то их потом преодолевает и понимает, что да, эти темы, они не являются как бы долгосрочными для развития цивилизации, они нужны для малых религиозных групп. Продолжение следует...